10 реальных событий, из-за которых начнется конец света на Земле Нет никаких сомнений, что однажды на нашей планете случится апокалипсис. Люди, наверное, верят в наступление конца света с тех пор, как начали задумываться о смысле своего существования и выстраивать картину мира вокруг себя. В каждой мировой религии и древних языческих мифах есть истории о грядущем конце света. Каждый народ представлял себе апокалипсис по-разному и устанавливал свои сроки его наступления. Современная наука может не только строить догадки, но и проверять свои теории с помощью математического и компьютерного моделирования. Ученые создали и обоснованно доказали несколько теорий о реальных причинах будущей гибели жизни на Земле. Узнать об этих теориях подробнее можно, подписавшись на наш канал. Также в комментариях под этим и другими видеороликами зрители могут высказывать свое мнение о поднимаемых вопросах или выразить свое отношение с помощью лайков. Существует множество вариантов предполагаемого конца света. И, как ни странно, объективные доводы в пользу даже самых фантастичных теорий можно услышать как от представителей академической науки, так и из самых некомпетентных источников. В этом ролике мы решили составить рейтинг самых популярных теорий гибели Земли и человеческой цивилизации. Версии расположены в порядке их обоснованности или срока предполагаемого наступления. От самых неправдоподобных до реально ожидаемых учеными в ближайшем будущем. Десятое место. Зомби-апокалипсис. Что может быть менее правдоподобным вариантом гибели жизни на Земле, чем толпы оживших из-за странного вируса мертвецов, которые по какой-то причине решили съесть всех живых людей. Но благодаря Голливуду и современной фантастической литературе все больше людей по всему миру начинают всерьез готовиться к выживанию среди полчищ зомби. Ходят слухи, что в некоторых странах можно даже застраховать свою жизнь на случай наступления подобного исхода. Несмотря на всю нелепость подобной теории, в Соединенных Штатах выпущена официальная инструкция по выживанию во время зомби-апокалипсиса. По словам ее разработчиков из Центра по контролю и профилактике заболеваний, нашествие зомби можно рассматривать в качестве универсальной модели чрезвычайной ситуации. По их мнению, человек, способный правильно действовать в условиях зомби-апокалипсиса, сможет спасти себя при любой другой более реальной угрозе. Девятое место. Нападение пришельцев. Тоже один из узнаваемых фантастических сюжетов. Но если предположить, что на просторах Вселенной есть развитая цивилизация, уже освоившая межзвездные перелеты, то, скорее всего, для нее мы будем значить не больше, чем индейцы Южной Америки для конкистадоров, или даже муравьи для нас самих. В этом случае вариант полного уничтожения населения планеты, наполненный полезными ресурсами, уже не кажется бредом сценариста голливудских блокбастеров. Восьмое место. Восстание машин. Не стоит думать, что при подготовке к созданию ролика мы вдохновлялись исключительно сюжетами фантастических фильмов вроде «Терминатора» или «Войны миров». В последние десятилетия робототехника и компьютерные технологии развиваются с огромной скоростью, и не исключено, что через какое-то время машины смогут стать полностью автономными и смогут вытеснить людей из любой области жизни. По подсчетам ученых, при сохранении тенденции развития технологий это произойдет в течение нескольких сотен лет. Седьмое место. Гамма-всплески. Гамма-всплесками называются масштабные выбросы энергии, происходящие в космическом пространстве. Во время таких взрывов выделяется колоссальное количество энергии. Для выделения такого же ее количества Солнцу необходимо около 10 миллиардов лет. Некоторые ученые предполагают, что если подобный выброс произойдет в пределах нашей галактики и будет направлен в сторону нашей планеты, это приведет к гибели всего живого на ее поверхности. Шестое место. Взрыв Солнца. Центральное светило нашей системы, как и все звезды, проходит определенный жизненный цикл. На завершающем этапе существования оно сначала перестанет выделять достаточное количество тепла, а потом неизбежно взорвется. И если даже каким-то живым организмам удастся выжить без солнечного тепла и света, то после того, как Солнце взорвется, может не остаться самой планеты. Пятое место. Третья мировая война. Снова обратимся к сюжетам фантастических фильмов, книг и компьютерных игр. Действия огромного числа произведений происходят на Земле, пережившей ядерную войну. Обычно в таких фильмах и книгах остатки человеческой цивилизации откатываются на уровень Средневековья или даже Каменного века. Основной целью выживших групп людей становится борьба за остатки скудных ресурсов и пригодные для жизни территории. Реально же масштабное применение настолько мощного оружия может привести к наступлению длительной ядерной зимы, к серьезному изменению климата, заражению почв, кислотным дождям и гибели большей части животных и растений. Кроме ракет, начиненных ядерными зарядами, в ходе военных действий обязательно будет применено химическое и бактериологическое оружие, которое нанесет не меньший вред и может убить на планете все живое. Четвертое место. Ледниковый период. Давно известно, что за историю Земли климат на ней неоднократно менялся. Периоды глобального потепления сменялись так называемыми ледниковыми периодами. Иногда во время таких похолоданий с лица Земли исчезали почти все живые организмы. Именно так закончилась, например, эпоха динозавров. В течение ближайших десятилетий ученые ожидают начала очередного планетарного похолодания. Из-за таяния полярных льдов может исчезнуть или сменить направление теплое океаническое течение Гольфстрим. Сейчас оно омывает северные и западные берега европейского континента и восточное побережье Америки. С его исчезновением климат в этих регионах резко ухудшится и, возможно, станет просто непригодным для проживания. Это вызовет неурожаи, приведет к переселению людей вглубь континентов, что, в свою очередь, может привести к голоду, нехватке важнейших ресурсов и вооруженным конфликтом. С увеличением количества покрытых льдом территорий количество проблем будет только возрастать. Есть вероятность, что под многометровым слоем льда может оказаться вся планета, а люди, вместо того, чтобы объединить усилия в борьбе с катастрофой, станут сами уничтожать друг друга из-за оставшихся теплых мест и скудных запасов ресурсов. Третье место. Падение метеорита. Всем известно, что причиной окончания эпохи динозавров и наступления очередного ледникового периода стало столкновение Земли с огромным метеоритом. Периодически траектории подобных космических объектов проходят вблизи земной орбиты. Ближайшая дата возможного столкновения нашей планеты с крупным метеоритом 13 апреля 2029 года. Если он упадет на поверхность Земли, то нас ждут извержения вулканов, гигантские цунами, климатические изменения и, возможно, изменение наклона земной оси или изменение траектории движения планеты. Второе место. Пандемия. Два последних года наглядно показали, что человечество не готово к борьбе со смертельно опасными заболеваниями. Не самый страшный из известных науки вирусов вызвал мировую панику и показал низкую эффективность систем здравоохранения большинства стран. Исходя из этого, можно предположить, что новый вирус, который будет иметь большую летальность и эффективнее распространяться среди людей, вполне может привести к гибели человеческой цивилизации. Первое место. Вулканическая активность. Несколько лет назад извержение всего лишь одного вулкана на севере Европы на долгое время парализовало транспортное сообщение во всем регионе. А что будет, если начнут извергаться сразу несколько вулканов по всему миру? Некоторые ученые считают, что на Земле с определенной цикличностью наступают периоды серьезной вулканической активности и образования супервулканов. Последствия их деятельности могут быть самыми катастрофическими. Есть мнение, что очередной такой период может наступить уже через несколько десятков лет. В этом случае мир захлестнет волна землетрясений и цунами, облака вулканического пепла закроют Солнце и вызовут очередное похолодание климата со всеми сопутствующими последствиями. Как вы могли заметить, многие из возможных сценариев конца света природного характера могут быть связаны между собой и случаться одновременно или друг за другом. Поэтому нам не стоит ждать наступления только одного из описанных вариантов. Нужно готовиться решать все эти проблемы в комплексе. Если видео вызвало у вас интерес, то более подробно узнать о возможных вариантах конца света и их предыдущих наступлениях можно в других роликах на нашем канале. Не забудьте подписаться на наш канал и оценить видео лайком или комментарием. Ну а чтобы не пропустить наши новые интересные выпуски в будущем, обязательно нажмите на колокольчик. Субтитры создавал DimaTorzok